Давайте посмотрим наши два множества, А и Б. Еще раз. А отрезок. У него сумма маленькая. А произведение, это значит молоко. А произведение, оно большое. Это был первый наш пример. Теперь Б, геометрическая прогрессия. Сумма большая, да? А произведение, это первое. Это я еще раз повторил, чтобы выяснить. Получается, смотрите, что бывают множества, у которых малая сумма, и бывают множества, у которых малое произведение. Но у них обязательно тогда наоборот, большое произведение или большая сумма. Так вот, концепция сумм произведений такая, что не бывает множества, до которого и сумма, и произведение маленькая. Если сумма мала, то произведение далеко. Если произведение малое, то сумма. Это вот такая вот... Вот эти наши два примера по видео отражают какую-то общую ситуацию. Давайте теперь сформулируем это чётко. Что же мы можем сказать про сумму и произведение? Потому что по одному примеру. Эрташисимиредия — это открывание феномена сумм произведений. Мы сформулировали это утверждение следующим образом. Любого множества целых чисел, ну, конечного множества. Если я рассмотрю либо а плюс а, либо а умножить на а не меньше, чем а в степени единицы плюс с. С — это какая-то маленькая констанция. То есть, либо сумма, либо произведение множества вырастает вот на вот эту величину. Сумма или произведение вырастает на а в степени с. Значит, а я напишу на а в степени с. Это такая существенная добавка. Это никаких там не двойки, которые мы получали, а сложили не множество. Это не константы никакие. А это, так сказать, функции, которые зависят от размера множества. Константа С у них была очень маленькая. Они сформулировали гипотезу в первой шестериде, которую до сих пор никто не может доказать. В первой шестериде. Переволого множества а и z либо а плюс а, либо умножить на а. Не меньше, чем... Ну вот. Они предположили очень мощную вещь. А квадрат. Но правда, поскольку мы видели, что в степени соумножения бывают совпадения, то на самом деле они предположили чуть-чуть поменьше, чем а квадрат. А квадрат минус любое число. Любое с. Но на это можно не смотреть. В общем, они предположили, что либо сумма, либо произведение растет максимально возможным образом. А квадрат может минус чуть-чуть еще. Понятно, да? Ну, например, они предположили, что c может заменить, скажем, константу 0.9 и 0.9. Понятно, да? Вот. Это открытый вопрос. Никто не знает, как его решать. Что известно, по этой гипотезе я сегодня расскажу. И немножко расскажу, значит, какие тут используются методы. Сами Эртыш и Семериди применили теорию чисел. Дивимости различные. Там, так сказать, число решений, которые поравнение они посчитывали, чтобы доказать вот эту свою теоретку. Это сложные такие работы. Они были продолжены потом Фордом. Форд, кстати, посчитал число произведений в таблице умножения. Вот. Тансон. И, в общем-то, так сказать, они занимались тем, что немножко усиливали, улучшали эту константу. Но в 1997 году в этой области произошел прорыв. Оказалось, что вот эта вот задача о суммах произведений, это, на самом деле, не задача пути его не чистил, не задача наделивости. Это задача из геометрии. И сейчас я расскажу про вот эту вот геометрию, которая стоит за суммами произведений. Это понял замечательный лингерский математик Георгий Реликерш. И он получил такую теорему. Давайте его в теорему сравниваем. Что для любого... Поскольку мы говорим о геометрии, геометрия, она, конечно, не с сылом вещественного связанного. Ее, естественно, действительно рассматривать, да? Поэтому и теорема его, она формулировалась в действительных числах, в частности, в целом. Для любого множества А из действительных чисел, либо плюс А, либо А умножить на А не меньше, чем... Итак, теорема Легетиша гласит, что для любого множества А из действительных чисел, либо сумма, либо произведение этого множества не меньше, чем А в стекле 5 четвертых, ну, поделить на 10. На константы вот эти вот десятки или там какие-то другие, которые будут появляться в доказательствах, не нужно обращать внимание. Это всего лишь константы. Нас интересуют большие, на самом деле, множества, не состоящие там из двух-трех элементов. Для них суммы произведения посчитать это можно десятки на ум. Правильно? А что здесь важно, что вот эта константа С, странная и непонятная, здесь превратилась в одну четвертую. Правильно? Это, значит, 5 четвертых, это просто единица плюс одно четвертый. Поделить на 10. И это одно четвертый, конечно, гораздо сильнее всего того, что было раньше. Итак, давайте я расскажу, какая здесь появляется геометрия. Вот эта вот первая часть геометрия, о которой я расскажу, она немножко даже сложнее, чем вторая часть. Поэтому сейчас будет сложно не переживать, потом будет более простая геометрия. Но исторически вот Эрикиш придумал несколько такой более сложный подход. Редактор Мselо. Мы расскажемся в плане.